Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Дмитрий Астрахан утвердил список участников, которые получат роль в его сериале или фильме. Счастливчиками стали Андрей Черкасов, Глеб Жемчугов, Женя Кузин, Лена Босс, Саша Харитонова и Кристина Лисковец. Саша Артемова тоже попала в этот список, но она покинула проект и ее участие в съемках под вопросом. На проект приезжал Алиц Гулиев. Он увиделся со старыми и новыми участниками. Также он встретился с руководством проекта. Продюсер Алексей Михайловский пообещал помочь ему найти деньги на лечение брата. Преподаватели школы актерского мастерства и танцев собираются в отпуск. Прошел последний день репетиций. Наталья Бичан пишет. Бальчишки как с ума посходили. Один кофе принес, другой на сейшельские приглашал, третий пел, другой танцевал, шутил и так далее. Видно было, что ребята не хотят меня отпускать. Я очень рада отпуску, но буду скучать. Семен Фролов и Руслана Мишина улетели на Сейшелы. Их отношения очень стремительно разбивались, они быстро стали парой, заселились, а теперь у них произошла и первая крупная ссора. Руслана раздула целый скандал налобном из-за того, что Семен не оплатил ее покупки в магазине. Она хотела купить банные принадлежности. Семен же не смог заплатить за свою девушку 117 рублей. Сумма была небольшая, но я пошел на принцип, оправдался Семен. Это был показательный момент. Он хотел проучить свою новую девушку, чтобы она не претендовала на его финансы, как привыкла делать в паре с Николаем Должанским. Ну а Колян так комментирует прилет своей бывшей возлюбленной. «Буду рад приветствовать Русику на Сейшелах, однако реанимация наших с ней отношений совершенно невозможна. Наша лавстори с Русланой Мишиной закончена навсегда». Надя Ермакова придумала новый формат кастинга – кастинг-пати. Вечеринку почтили своим присутствием Тимур Гарафуддинов с сестрой, а также бывшие участники – Кристина Дерябина, Снежана Камбур, Катя Колесниченко, Алена Юдина и другие. Зрители удивлены успехом в личной жизни Ильи Ябарова. На проекте он очень долгое время не мог построить ни с кем отношений, хотя сделал много попыток, и вдруг после ухода за несколько дней он влюбился в незнакомку и говорит, что встретил женщину своей мечты. Как оказалось, эта девушка давно пыталась попасть к нему на проект, но она не смогла пройти отбор, который придумала Надя Ермакова. Поэтому она дождалась своего кумира уже вне стен телепроекта. Ребята все время проводят вместе, гуляют, посещают развлекательные заведения. Нерадостное известие поступили от бывшей участницы проекта Светланы Устиненко. Она перенесла очередную операцию по удалению опухоли, что только ухудшило ее состояние. Я нахожусь в полной растерянности, делится Устиненко. Денег на лекарства нет. Мне сейчас выписали дорогущее средство, курс которого стоит 100 тысяч рублей, и нужно принимать его каждый месяц. Само собой, это неподъемные для нас с дочерью суммы. Александр Задойнов впервые рассказал в интервью о расставании с Элиной, как ему живется одному и чем он сейчас занимается в Ярославле. Он сказал, мы с Элиной любим друг друга, но как друзья и родители общие дочки. Общение наладилось, теперь мы не ругаемся. Вот, например, в последний раз я приезжал на 5 дней и почувствовал, что началось напряжение. Обратно уехал и опять мир в отношениях. Мы постоянно переписываемся, болтаем в скайпе. Элина мне рассказывает последние новости про дочу, я ей про ремонт. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!